Всем привет! Сегодня у нас мукбанг с инкарями грузинскими. Приготовил их я. Полностью Костя сам все приготовил. Я зашла вчера вечером на кухню и удивилась. Говорю, загляни в бразилку. Я заглядываю, там такие красавчики стоят. Ну, кто подписан на инстаграм, видел. Я выставляла вчера. Ну, возможно, не такие некоторые красивые. Нет, все красивые. Но для первого раза, я думаю, нормально получились. Пьем сок. Будем пробовать. А, еще в рецепт он положил кинзу. До этого мы ни разу такие не готовили, да? Ты-то ее нашел-то? Я ее нашел в магазине. Была свежая упаковка кинза. Получается, там фарш, говяжий у нас и кинза, и специи маленго. А лук ты еще клал, говорил? А, да. И головка лука. Тут один развалился, я фарш возьму. Так люблю грузинскую кухню. Другой, да, вкус? Совсем другой вкус. Не то, что мы ели до этого. Это намного лучше. Мы были в Ульяновске. Бульончик какой. И в центр проходили мимо грузинского ресторана. Там все столики были забронированы заранее. Я теперь хочу в этот ресторан. Да, мы были на выходных, хотели зайти. Сказали, все столики заняты. Пошли в столики. Возьму я соусы. Там вынесли хачапури. Там молодые люди сидели. Они так красиво выглядели эти хачапури. Хачапури. Ой, хачапури, хинкали. Ну, хачапури, наверное, там тоже есть. Соус у нас сметана. Не стали мы сегодня делать, как тот раз. Зелень. Возьму тоже. Классные, да? Костя вообще у меня молодец. Только эти я вот, как они называются, шапочки эти срезал. Видно, низко надо было чуть повыше оставить. Все-таки с кинзой. Вкус намного ярче. Блин, соус. Совсем другой, да, вкус? Угу. Мясо. Вкус мяса сильнее чувствуется, говядина. Бульончик, как много, смотри, внутри. Ты пей его. Съел я один хинкали. Вот тут есть один гигантский. Не знаю, как его взять. Правильно. Сейчас сразу переверну его. Смотрите там, сколько там мяса, зелени. Хотим сказать большое спасибо за поздравления под страшным роликом. Очень приятно. Много очень, да, комментариев было? И в Инстаграм писали. И в Ютубе. Кто-то даже писал, что у них в этот день день рождения, 14 июля. Или тоже у кого свадьба была. Кстати, много человек писали, у кого день рождения. Я там некоторым, кому он успел, ответил. Поздравил даже. Спасибо вам огромное. Это просто вкуснятие. Те разы, что мы готовили, вкус просто кардинально другой. Вот вроде зелень заменили, да? Вкусная, да, эта кинза? А до этого, мне кажется, ни разу ее и не ела. Полина Белова задает вопрос. Передайте, пожалуйста, привет. Привет тебе, огромный Полин. Привет. Вопросики, что вы цените в людях? Как относитесь к татуировкам и любимое блюдо? Хорошего дня. Ну, на любимое блюдо сразу отвечу. Это роллы. Роллы я тоже люблю. Вот в грузинской кухне хинкали. Мне очень нравится. Качапури мы в тот раз готовили, мне тоже безумно понравились. Я все люблю, что вкусно. Мясо люблю, шашлык вот. В частности. Ну, роллы, наверное, грузинскую кухню я очень сильно полюбила. Ну, так же итальянскую вот эти все пасты, пицца. Что мы ценим в людях? Что мы ценим, Снежана? Я больше ценю всего качества. Такие, как честность и доброта. Согласен, все-таки с людьми нужно быть честными. Не обманывать, не передавать их. Так же к самим себе тоже честными быть. Столько бульона. Как относимся к татуировкам? Я одно время очень хотела сделать. Даже были мысли о двойной татуировке. А, то есть вместе сделать? Угу. Ну, в этот момент Костя категорически был против. Я раньше, да, кстати, к татуировкам относился как-то негативно. Для меня это было. Ты тогда еще занимался лыжами. Вам вроде бы нельзя даже было. Нет, не то что нельзя. Уж просто. Как-то такая точка зрения была. То, что это... Мягко сказать, нехорошо. Почему? Не знаю, так вот. Воспитали, видно, нас. А сейчас? Сейчас мне как-то это стало, ну, более так, безразлично уже. То есть я бы даже, может, когда-нибудь сам и сделал татуировку. Ну, соответственно, может, небольшую такую, маленькую какую-нибудь. Нет, я давно смотрела Промуз-ТВ. Показывали Маргештейна. Вот этого. Блин, красивый. Ему идут эти татуировки. У него именно образ такой, да? У него даже на лице везде. Ну, на лице бы я себе не сделал татуировку. Ну, на лице тоже есть. Что-то я не заметила. Везде Олджей на лице. Про них двоих рассказывали. Про них вместе показывали. Я раньше очень хотела. И я все-таки сейчас думаю, смотря назад, хорошо, что я не сделала. Почему? Потому что я не знала, что делать. Я просто ее хотела. Просто у кого есть татуировки, напишите. Зажалели вы об этом или нет? Вот мне интересно. Да, кстати, будет услышать мнение людей, кто их сделал. Кто решился. О, я съел уже целых три хинкали. Я две и кусочек мяса. Вкусные, такие сытные. Достаточно большие, да, они? Угу. И сытные. Нам еще пишут... Ольга, она задает вопрос. Хотели бы вы поучаствовать в конкурсе «Кондитер» на канале «Пятница». Я так понимаю, это кондитер с Ринатом Акзамовым, да? Я его торты ни разу не ела. Я знаю, что в Москве у него какая-то кондитерская есть. Конечно, красивые у него десерты, но посмотрев передачу вот эту вот «Кондитер», мне она вообще не понравилась. Я также к ней отношусь как к передаче на ножах. Когда я ее смотрю, у меня нервы поднимаются. Я когда работаю, иногда включаю. А что там показывают? Я, кстати, не смотрела. Они только ругаются. Ну как ты смотрела же на ножах с этим, с Евлеевым? Евлеевым, как там у меня? Эту я программу, да, смотрел, а про кондитера я не смотрел. Там дают, например, какое-то определенное время, надо приготовить десерт. Там инвентаря не хватает на всех. Они ругаются. Смотрел одну передачу девушки, а другая девушка торт выкинула со стола. Я думаю, это чисто шоу делают. Делают программу. Я ни разу не видела, чтобы он прям что-то показал сам, как он делает. Может, я, конечно, плохо смотрела. Там выносят какой-нибудь торт, и надо повторить его за 10 часов. Там он из трехъярусных, и динозаврики сидят, и все это лепишь за мастейки. Ругаются с друг другом. Мне не нравится. Ты бы не хотел там побывать. Нет. Я бы, возможно, хотел побывать в какой-нибудь программе такой интересной. Только я торты я-то не умею. Торты. Торты. Худешь лук? Нет. Не хочу. Пишите, нравится вам эта программа или нет. Я люблю такие программы, когда остается позитив, а не так, что... Даже программы вот эти на ножах одно и то же. Приходят в заведение какое-нибудь, у них все плохо. Бьет у них всех посуду, орет. Потом, как он все поменял, все получается. Ну, это все программы, я думаю, шоу. Не как у нас. Да, я тоже так считаю, что это просто шоу. Очень вкусный, кстати. Сок малиновый. Или земляничный какой-то. Как и ДОК-2. Вот недавно. Я включила, пока работала. У меня чуть уши не завяли. А голова же заболелась. Такую вернуту показывают. В свое время еще было интересно, да, смотреть. Раньше там реально строились пары. Вспомню Дашу Пынзарь с Сергеем. Живо. Даже не помню. А Пынзарю, наверное, и было. Это ее фамилия? Это его фамилия? Не знаю. Мне кажется, там была раньше любовь. А сейчас такое чувство, что просто парни штаны протирают, там сидят. Работать не хотят. Лянка мне сказала, что там как будто Винтеславу вернули. Не знаю, правда это или нет. Помнишь Винтеслава? Помню такого. Шикарный герой. Видно, хотели вернуть, да, старые рейтинги. Многих стареньких вернули. Я думаю, потому что видает уже, наверное, никто не смотрит, уже неинтересно. Согласна. Что тут еще есть? Ульяночка задает вопрос. Привет, вы очень красивая пара, у меня есть пара вопросов. Были ли у вас ссоры? Сколько длилась самая долгая? Всего вам самого лучшего. Ульяна, тебе всего самого хорошего, передаем тебе привет. Самая долгая ссора. Сколько? Сейчас ничего не припоминаю. Возможно, неделя, когда мы не общались. Было такое, нет? Было, наверное. Я думаю, это... Махтасом году. Да, это было давно, когда мы только начинали еще общаться. Не ценили, наверное, так друг друга. Сейчас у нас вообще такого не бывает. Мы как, если так поругаемся, то и тут же и помиримся. Молодец, Костя такой. Такие вкусные хинкали сделал. Тяжело было делать? Нет. Кстати, с непривычки я с утра проснулся, у меня руки немного болели от этой скалки. Когда я эти катал, лепешечки. Молодец. А так ничего сложного нет. Открыл рецепт, посмотрел, как люди делают. Повторил и все. Сделал так же. Думаю, надо тесто, наверное, еще потолще, может, маленько оставлять, потому что некоторые... Один поролся. ...рвут сюда, когда готовишь. Такого быть не должно, чтобы бульон был внутри. В следующий раз, может быть, попробуй. Мне слов, как вкусно. Ммм. Вот они мне нравятся, то, что сочный такой фарш получается. Я объелась. Сколько мы съели? Три-четыре. У меня пять. Четыре с половинкой. Мясо еще съелось. Прочитаем последний вопросик. Его зовут Полина. Здравствуйте. Про мой вопросик забыли. Были ли вы в лагерях? Если да, то расскажите самые вспоминающие моменты. В лагерях. Рада буду, если ответите. В лагере я был два или три раза, я точно не помню. Был в лагере, получается, здесь неподалеку от нашего города. Один раз. Мне было, может, 10-12. Маленький, да? Маленький еще был, да. Ну, что рассказать. В принципе, ничего такого. Прикольно. Там каждый день что-то новенькое. Там же проводят разные конкурсы. Там цыпляски. Все дела. Ходили мы даже в поход, я помню. В лес? Да. Не моя тема. В принципе, мне понравилось. И один раз я был в лагере в этом Орленок. Это возле Сочей где-то. Вот. Там я был. Там мне не очень понравилось, если честно. Почему? Там еще надо было учиться. Я был в учебное время. И я, короче... Может, поэтому не понравилось? Один раз с парнями убежал. Ну, я уже там был постарше. Я уже так понимал. Мне было лет 14, наверное. Мне охота было учиться. Мы убежали, короче, там. Нас потом искали вожатые. Пришли за нами забирать, получается, в эту школу там. Мы убежали. И конкурсы мне уже там были неинтересны. Я хотел больше как-то спокойствие, там, отдыхать. Чтобы тебя не трогали? Отдыхать, ходить куда хочешь, там, на море. А у нас такого не было, получается. Надо было постоянно ходить все вместе. И вот мне не очень понравилось. Кто был там, пишите. Я думаю, там многие были. Я в лагере ни разу не была. Если честно, это вообще не моя тема. Отдых на природе. Сночевое или где-то жить в лесу. Я не люблю такое. И чтобы еще кто-то следил. Для меня это вообще каторгой. Вот так вот съели мы все хинкалии. Были очень вкусные, сочные. Спасибо любимому моему. За такой вкусный обед. Не забывайте подписываться на наш канал. Будет еще много интересного, новых блюд. Также пишите комментарии, ставьте лайки. Нам это очень приятно. Всем пока. До новых встреч.